Не менее значимым событием стал митинг в честь присоединения Крыма к России. Подавляющее большинство жителей на референдуме о статусе полуострова высказались за присоединение к нашей стране. А уже 18 марта в Кремле подписали договор, согласно которому Крым и Севастополь стали частью России. Мероприятия по поводу годовщины этого события прошли во многих городах страны. Чебоксары не стали исключением. Мы возвращаемся домой, говорили крымчане, когда вопрос с присоединением был решен. На всенародном референдуме за высказалось более 90% населения. Конечно, в эти дни центрами торжеств стали Севастополь и Крым. Ну а в Чебоксарах годовщину отмечают праздничным концертом. Студенты, представители ветеранских и профсоюзных организаций, деятели культуры, политики, ученые. Многие из тех, кто этим вечером собрался на площади республики, год назад стояли на митинге солидарности на Красной площади с лозунгами поддержки братского народа. Я сейчас пообщался с молодыми людьми, которые учатся в разных общеобразовательных школах, получают среднее или высшее профессиональное образование. Пообщался с ветеранами, пока пешком шел сюда, соответственно, они здороваются, я с ними. Они говорят, куда идете, на митинг. Я говорю, кто-то велит, говорю, вам идти на этот митинг. Они говорят, нет, они говорят по зову сердца. Это мероприятие, оно очень значимо, ибо сегодня вся Россия и жители республики Грым, и Севастопольцы отмечают первую годовщину воссоединения с Российской Федерацией. Первую годовщину возвращения в родную гавань, в родную большую единую семью под названием Россия. Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепости и родина русского Черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов, Курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести, говорил Владимир Путин. Но для Чувашии, в частности, Крым – это теперь новые возможности для сотрудничества и культурного обмена. Когда в 1941 году на территорию Чувашии приехал Харьковский электромеханический завод, и когда силами республики, всей страны и вот приехавшими работниками создался завод, и через три месяца была дана продукция, и когда в послевоенные годы был создан великолепный, прекраснейший завод, который стал прародителем электротехники страны, это была консолидированная совместная работа, которая дала свои результаты. В составе делегации, которая была в Крыму, были представители нашего завода, генеральные директоры нашего завода, и были достигнуты определенные договоренности по развитию энергетики полуострова и участие чувашских электротехников, в том числе и нашего завода, в восстановлении энергообеспечения полуострова. В прошлом году наши воспитанники отдыхали в Крыму, ездили в лагерь «Тимуровец» и оздоровительный лагерь «Атлантус». Детям очень понравилось. Несмотря на столь короткий временной промежуток, всего год, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией станет одним из самых любимых праздников в нашем теперь уже общем календаре. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика.